Обычно мои медицинские объяснения начинают восприниматься в сравнении. Сравниваем ребенка с детским церебральным параличом, у которого все органы работают, он все понимает, но не может свободно двигаться, и машину, у которой неисправен двигатель. По поводу двигателя вы обращаетесь к специалисту. Специалист объясняет вам, что нужно разобрать мотор, найти проблемную деталь и заменить ее. Вы спрашиваете у мастера, как быстро мотор начнет работать? Мастер вам ответит, я не знаю как быстро, мне нужно остановить двигатель, дождаться когда он остынет, открутить гайки, шурупы, прочесть детали, заменить детали, закрутить обратно шурупы, гайки, после этого завести мотор. У детей с детским церебральным параличом мы не можем отключить двигатель, как мастер по ремонту. Когда меня спрашивают, когда ребенок восстановится, то есть когда двигатель будет работать в полную силу, я отвечаю, зависит от того, как быстро нормализуется состав белка, количество лизосом и митохондрий внутри мышечных клеток. Только путем воздействия на мышцы моим методом, методом Никонова, можно определить скорость восстановления цитоплазмы и соответственно скорость восстановления движения мышц. Даже состояние мышц ног взаимозависит от состояния мышц ягодиц, спины, шеи, рук, живота и даже лица. Процесс восстановления по моему методу трудоемкий, но имеет конечные цифры восстановления детей от 200 до 1000 процедур, а не десятилетия, которые родители и дети проводят в реабилитационных центрах Израиля, Германии, Чехии, Турции, Китая безрезультатно. Что это за реабилитация такая, когда ко мне обращаются родители, у которых дети не двигаются в 5, 6, 7, 9, 13 лет? Зачем люди обращаются в те центры из года в год, если нет помощи в течение первых трех лет? Чтобы перенять у меня навыки воздействия на мышцы у детей с детским церебральным параличом, должно быть желание, физическая выносливость и время. Чем больше процедур мы сделаем вместе, тем легче вам будет работать самостоятельно. Поэтому ответить на вопрос, когда ребенок восстановится, нельзя. Можно только полагаться на опыт специалиста. Я единственный специалист в мире, который может делиться своим опытом. Я единственный специалист в мире, который называет конечное количество процедур, которые нужно сделать детям с детским церебральным параличом в зависимости от тяжести формы и возраста ребенка, чтобы ребенок восстановился.